Добрый день дорогие друзья, добрый день обожаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня у нас пятница 17 марта, время в Чикаго 8.50 утра. А в Москве в этот час 16.50, где-то 5 часов вечера. Ну и мы ведем свою программу, у нас на связи сейчас Москва, Россия-Москва и Геннадий Лобанов, с которым мы уже встречались на волнах радио Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелехов и наши программы можно слушать на YouTube. Сан-Гейтс-Радио-Р по-английски, Russian, и задавать вопросы Сан-Гейтс 1.08, радио сайт это тройное W.сан-гейтс-радио.хом. И сегодня тема нашей программы с Геннадием Лобановым о, будем говорить о энергии. Мы немного поговорили в прошлый раз, а сейчас мы поговорим все, что же такое все-таки энергия. И как можно ей управлять и даже, если можно ее передавать на расстояние, в общем-то, то, чего, ну, очень многие сильные мира всего в прошлом, наверное, и будущем будут желать. Здравствуйте, Геннадий. Добрый вечер. Ну, давайте приступим. Рассказывайте нам, что такое энергия, как с ней... Энергия это, ну, если сравнить, допустим, с точки зрения физики, энергия это поток частиц, волновой причем. Возникают они и у нас, у людей, возникают и в природе. Любой предмет несет какую-то энергетику, только в какой-то мере сильную, слабую. Ну, как там по... Я не могу с точки физики объяснить это, но как мощность этой энергии. Ну, излучают все. Так же и мы излучаем определенные спектры энергетической частоты. Ну, энергии у нас на Земле и постоянно меняются, постоянно пополняются чем-то новым. Старое уходит, новое приходит. Вот с 2010 года пришли какие-то новые виды энергии. Это нам так показано. Мы как это увидели? Вот, если у космоэнергетов, говорят, пришел луч с настройками, там, с какими-то кодами, то здесь образовалось почему-то 70... Я вот считал 72 сгустка таких мощных. Они, правда, бесспорными были. Спросил объяснение. Мне сказали... Ну, так, объяснили, что это... Трансформируйте визуально их как башни там или пирамиды, как вам угодно, чтобы вы это воспринимали. Очень мощные потоки. И они совершенно отличимы от сейчас, который потоки находятся на Земле. Ну, практически оно сейчас меняется. Уже идет замещение с 2012 года, это уже чувствуется конкретно. Когда был переход 12-12-12, стали энергии меняться. Вот вы это все почувствовали. Кто-то стал агрессивнее, кто-то стал добрее. Но просыпаться стало много людей. На базе этого мы как-то стали упорядочивать это все, разбираться, читать много литературы, спрашивать все-таки физиков, что это могло значить. Они тоже, конечно, заинтересовались. Я вот с двумя поддерживаю связь. Но они так это... Ну, не совсем скептически, но интересуются. И вот на базе всего этого я как-то попробовал... Ну, у меня еще есть товарищ, который помогает мне в этом. Мы попробовали собрать установку. То бишь мы взяли, сделали гексограмму и подобрали 6 пирамид разного цвета. Ну, вот продаются в магазинах все такое. Конечно, зарядили их по-своему. Гена, я вас прерву. А почему именно пирамиды? Ну, понимаете, так как я представляю вот эти башни, я их называю, их... Ну, я не нашел. Их надо либо самому изготавливать из камня, либо... Я понимаю, но почему именно пирамидальная конструкция, именно пирамиды? Ну, у нас с древности она идет. Это действительно источник энергии. Либо мы через пирамиду получаем, либо отдаем. Поэтому взяли все-таки основу старую, базовую. Шесть разных цветов. Но усилили их зеркалами. Зеркала мощные, большие. И установка, когда работаем, ставим пирамиду, конечно, ставим свечи. И когда отражение от пламя свечи падает на пирамиду, отражается через зеркало, переломляется и сходится в точке вверх. Образуется так называемая энергетическая пирамида. И там даже получается пирамида в пирамиде. То бишь, как звезда Давидовна. Я ее так назвал. Потому что я увидел это где-то в интернете. Но попробовали. Люди, которые видят энергию, а ведь многие видят, только они боятся этого сказать. Увидели переплетение цветных, как говорится, лучей, поток. И образуются две пирамиды. Они вращаются почему-то. И вот, когда это все попробовали, я просто встал сам в нее. В эту установку решил попробовать на себе, как оно будет работать. И вы представляете меня так, ну, как это ощущение распирания, вот такого непонятного, что это со мной происходило, обудело. Все, я оттуда выскочил просто. Это было очень мощно. Колбасило, так сказать. Ну, так и называемость колбасит. Ну, не совсем в хорошей стороне колбасит. Мне было некомфортно, конечно. Но это, конечно, чувство переполнения тоже напрягает. Потом уже, когда это мы попробовали, решили попробовать как... Ну, экспериментом назвать нельзя, но были люди, которые обратились за помощью по поводу болезни. Мы решили через нее. Но в реале мы еще... Я только двоих пробовал. А в основном фотографии. Ложится фотография в основании вот этого вот всего. И запускается установка. И вы знаете, я не могу точно сказать, но пока шесть человек, через которые вот это, которые все попробовали, описали практически одинаковые ощущения. Я уже за случайность это не беру. Люди совершенно незнакомые, даже с разных стран. Ну, что-то у меня с микро... Сейчас... С микро... Ну, сейчас вроде нормально. Попробовали все-таки, понимаете, если мы чем-то занимаемся и что-то делаем, то мы обычно задаем себе вопрос, для чего мы это делаем? Вот для чего, скажем, это все делаете вы? И что вы пытаетесь достичь? Ну, какой цели, например? Ну, здесь помогает вот это вот... Мы же задаем установку, даем такую на исцеление нельзя назвать, оздоровление, помощь энергетическая, потому что если организм попадает в резонанс с этой установкой, идет в пользу. Вычищается, действительно, вот уже у меня есть там ребенок, мы с ребенком работаем, действительно, помогает очень сильно. Клиника, конечно, заинтересовалась, но в это не верят, как обычно наши врачи. Для... Ну... Для лечения... Для помощи людям можно даже какие-то предметы заряжать. Но вы же говорите... Опять что-то с микрофоном сегодня. Вы же говорите о том, что вас там колбасило, распирало и так далее. А не получится ли так? Это же все-таки неизученная вещь. И, опять же, вы же говорите, ну, ученые, понятно, медики, понятно, они не знают, не верят им. Они на другой, скажем там, основе существуют и работают и так далее. А не получится ли это так, что можно навредить? Можно, конечно. Перенасыщение тоже есть нехорошо. Но я пытаюсь по несколько минут. Я не даю мощный это посыл. Зависит ли это от физического состояния человека, от его конституции, от его ментального состояния и так далее? Зависит, конечно. Конечно, если человек... А как вы это знаете? Ну, сначала же мы идем беседовать, как с вами мы разговариваем, я по скайпу выхожу, мы определяем степень его заболевания, диагнозы, в каком он на данный момент состоянии. И тогда уже я принимаю решение, на сколько минут его ставить установку или нет. Ну, в основном, конечно, если человек очень болен, можно, конечно, и помощнее. Ну, отмечали, что сначала, как бы сказать, вроде ощущение, говорит, легкости полета и голова чуть-чуть пустая. Ну, пока еще в стадии эксперимента, конечно. Я отдал это самое... у меня вот этот мужчина с Твери, он проверяет сейчас, он работает в этом закрытом каком-то институте, я не знаю. Говорит, что там можно даже добиться точки сбора. Это... поясните, пожалуйста, не все знают, ну, я, может быть, немножко знаком. Поясните, что такое точка сборки. Точка сборки – это когда зарождается душа. Со всех сторон со Вселенной тянутся определенные сгусточки энергии, из которых состоит душа, и это все собирается в одну кучку. Установка... установкой можно это добиться, но еще пока эксперимент, честно говоря. Ну, это не совсем понятно с точки зрения метафизики, возможно, с точки зрения физики и понимания обычного, человек слушает. Что такое зарождается душа, точка сборки, где зарождается душа? Душа нигде не зарождается, она существует всегда, она переходит из тела, тело умирает, и душа переходит. В каком смысле она зарождается? Где она находится, в какой части тела? Это, допустим, мы знаем, исходя из ведической концепции. Что вы имеете в виду в материальном плане? Ну, наверное же, вечных-то душ тоже, я так думаю, я не знаю, это мое мнение, я думаю, что совсем уж вечных-то душ-то не бывает, определенный этап они проходят, потом все равно придет, когда-то приходит распад. И вот этот распад собирают потом по ней. Я понимаю, тут можно спорить, аргументировать, умы величайшие об этом говорят и так далее. Мы не будем, потому что это больше вопрос, наверное, философии, я знаю. Да, я знаю. Значит, ну проще всего определить месте, ну скажем так, энергетическом центре, это более-менее понятно. У нас существуют энергетические центры, их семь чакр, допустим, ну к примеру просто. Вот об этом уже как бы знают, ну если не все, то многие. Это более-менее понятно. Про душу, это сложно. Давайте мы пока душу, да, оставим в покое. Оставим в покое, да. Да, а вот поговорим про энергии, мы же говорим про энергии. Чакра, центр энергии, где, примерно, в каком месте это находится? Ну, если я даю задание, допустим, какая у нас чакра отвечает за какой орган. И в основном, если заболевание желудно-окнического тракта, мы воздействуем на солнечное сплетение, через установку я посылаю. Ну там я говорю, короткими импульсами, потому что, вы правильно сказали, можно и навредить, поэтому еще пока потихонечку. Если надо получить знания, а знания ведь идут через сильную чакру, открывается канал, но мощно, мощно. Я вот вчера попробовал, конечно, залезть в нее, что-то получить по поводу этой же установки. Не получилось? Получилось, но очень еще сумбурно. Там же все-таки надо потом анализировать эту полученную информацию, это же не идет четкими ответами. Хорошо. А что вы хотели получить? Вот для себя. Вы же для себя-то знаете, чего вы хотите? Я хотел удостовериться, это правильно или это все-таки иллюзия. То бишь, ну, иллюзия или фантазия? Нет, подтвердили, что правильно. Это уже не я один. У меня я товарищу сразу на скайпе отбил, он тоже попробовал, у меня такая же дома стоит, мы вместе делали. Он говорит, действительно, что-то уже частично подтверждение есть там. Теперь мне осталось только, чтобы вот товарищи ученые мне хоть что-то об этом описали. Там очень сложный процесс, как они говорят, надо рассчитывать по физике. Вы понимаете, ну, хорошо, вы что-то создали, вы что-то получили, ученые тоже там что-то вам скажут и получат. Цель всего этого, вы хотите помочь человеку вылечить его, скажем, вы хотите новое слово в науке, там, я знаю, в энергетике внести? Я, конечно, такими уже знаниями еще научными не обладаю, но хотя бы помочь людям хоть как-то оздоровиться, хоть как-то немножко знаний получили они даже сами. Потом, ну, тут это еще будем думать, но есть масса таких у меня программ, которые действительно на саморазвитие можно давать, и оно работает прекрасно. Ну, вот я понимаю, но у вас все-таки ваша методика целительства, а я хочу напомнить, дорогие друзья, мы сейчас беседуем с Геннадием Лобановым, который является энергетическим целителем. И, в общем, достаточно успешно проводят такие сеансы энергетического воздействия, энергетического целительства. Ну, если бы это не было удачно, неуспешно, ну, тогда к нему бы люди, понятно, не хотели, но ходят. Это уже, так сказать, установленный факт, не знаю, ученые подтвердили этот факт или нет, но, тем не менее, ждете. Понятно. Геннадий, у меня к вам такой вопрос. Вот, вспоминая такую известную личность Никола Тесла, который, ну, считается, он создал и электричество, в том числе, я даже не считаю о том, что где-то открыл электричество, когда-то, в то время, но, в общем, Никола Тесла очень и очень многое сделал, и он работал с энергиями, в частности. Даже сегодня машина уже есть, которая называется Тесла, которая работает не на бензине, а на электроэнергии. Так вот, одна из версий падения Тунгусского метеорита, это то, что Никола Тесла пытался, вот, он строил там, ну, не знаю насчет пирамид, но то, что башни, он ретрансляторы там строил, это да. Да. Ну, наверняка там, конечно же, были пирамиды, мы сейчас, потом будет у меня к вам другой вопрос, но как вы относитесь вот к такой, ну, что ли, пока еще гипотезе о том, что он игрался с этой энергией, и он ее туда вот швырнул, что ли, вот эту энергию, в район подкаменной Тунгуски в 1908 году, по-моему, это было, да. Где до сих пор, да, вот уже прошло, там, чуть ли не 200 лет, скоро, да, 2000, да, да, ну, 100 там, да, с чем-то. 100 с лишним лет, да. 100 с лишним лет, и до сих пор ученые и другие, это существует только гипотезы, там, падение метеории, да, там, и так далее. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, я немножко, когда смотрел цикл передач, про него у нас в России показывали, и немножко читал записи такие, ну, мало опубликуемые, у меня возникла мысль, он хотел эту энергию перебросить на Кайлас, немножко промахнулся. Там или искажения пошли, или расчеты были чуть-чуть неверные, поэтому ее немножко отклонило. Простите, вы сказали перевести на Кайлас, а с какой целью? Получить информацию. Кайлас – это природная пирамида, которая действительно дает знания, туда же, даже не пускает, туда же не пройдешь. Ну, на самом деле туда люди ходят, более того, у меня через, сколько, через час-двадцать будет беседа, если захотите послушать, ссылочка есть на Facebook, наверное, вы знаете, и в ВКонтакте тоже есть такой Сергей Мельников, он неоднократно бывал на Кайласе. И, кстати, природное, не знаю уж, природное, ну, природное сооружение, не сооружение, точнее, а формация горы, она напоминает пирамиду. Но Молдашев там бывал, вроде бы, вот, академик Молдашев, и он исследовал этот феномен, ну, и считает, там еще есть одна пирамида, которая, ну, как бы, опять же, это гипотеза, искусственное происхождение. То есть она маленькая пирамида, и если издалека там фотографировать, смотреть, она абсолютно точно пирамида. Вот, вот там как раз стоит, типа, считается, возможно, считается ретранслятором. Есть такой. Да, есть такая теория. А почему вы считаете, что он, вы хотите сказать, пирамида, да, пирамида, которая получит информацию? Он хотел разбудить, хотел разбудить, чтобы она открылась, ведь еще никто толком... Исследовать-то мы, они туда, вот, как вы говорите, ходят, но они же ведь еще ничего оттуда не берут. Закрыто это все еще для нас. Он, видно, хотел просто возбудить, разбудить. И немножко прогнулся. Это мое мнение, я так думаю. Все-таки я анализирую чуть-чуть. Я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите. Это действительно очень-очень интересно. Эта гипотеза, ну, меня, как бы, она тоже интересует, с точки зрения, просто читая. Но вообще считается, что Кайлас, гора Кайлас, и там, ну, очень-очень много непонятного, неизведанного и скрыто от нас людей. И считается, что это обители Господа Шивы. Слышали такое, нет? А Шива, да, Господь Шива, это один из, вот, высших существ, будем так говорить, которые, ну, вот, там находятся, как бы. И, естественно, защита полная идет, и туда, да, не пускают, да. Были случаи, куда просто категорически, ну, никак не пройдешь. Вот, есть определенные, там, вот, не пускают туда, не пускают, да. Но она тоже интересует. Да, это правда, это правда. Ну, хорошо, мы сейчас говорим больше в вашей, скажем, в вашем направлении, но, тем не менее, если брать, вот, мой вопрос, который как раз-таки так и звучал, как вы считаете, это был Никола Тесла, а то, что он промахнулся, промахнулся, но речь идет о передаче все-таки энергии, то есть вы соглашаетесь с тем, что это все-таки мог сделать он, правильно? Как одна из девочек. А, да, ну... Да, все дело, он передал, на короткое-то расстояние у него проходило это все, это же подтверждено даже. Ну, и на самом деле интересно, что, опять же, и Гитлер, и Сталин искали вот это вот, типа, ну, оружие, конечно же, для того, чтобы передать энергию на расстояние, это же, это же действительно очень и очень серьезно. Ну, и как вы, не вы же один, наверное, занимаетесь этими вопросами, как вы считаете, или, может быть, вы знаете, уже есть какие-то такие опытные, возможно, установки, которые это делают, вы говорите, на какое-то короткое расстояние? Работают, есть. Человека закатывает, и вот он совершает вот этот полет, либо передает мысли на расстояние. Ну, это уже не моя эпоха, потому что я немножко по-другому. Я все-таки вижу, как вот этот луч уходит, и куда он достигает. Я понял. Хорошо. Если мы говорим, вот вы усиливаете этот эффект зеркалами, ну, не секрет, кстати, мы беседовали неоднократно с парапсихологами, то, что зеркала это, ну, своего рода, возможно, даже портал. То есть, в зеркалах, возможно, отражается, люди это видят, наши все энергетические тела. Если так, как мы не увидим, то в зеркале можно увидеть. Более того, человек постоял перед зеркалом, ушел, то есть, уже нет никакого человека, мы смотрим, ну, зеркало, и зеркало там отражается, что-то такое напротив то, что вот находится. Но есть люди, которые это видят. Так вот, используя зеркала в практике и то, чем вы занимаетесь, не считаете ли вы, что, если мы говорим о энергии, то это воздействие еще на наши фантомы, на наши энергетические тела, на наши двойники, которые, возможно, ну, еще раз, многим не заметно, но они находятся рядом с нами. И вот здесь физическое тело и энергетическое тело, более того, еще душа, как мы говорим, или, вообще-то говоря, те души, которые стоят рядом с нами и никак не могут от нас отойти, или которые в нас еще входят, есть такое понятие о том, что внедрение такое, вот, что в этом случае может произойти? Ну, здесь они у меня поставлены таким образом, что коридор не образуется. И зеркала, я их все-таки, как, ну, они не стоят открыты, я их сразу же вот отработали, я их сразу накрываю чехлами и убираю, потому что вы правы, вот здесь точно, в зеркале мы увидим все свои 40 воплощений, можно даже увидеть. А вы спросите? Ну, вот, я бы сказал, первая заповедь лекаря, целителя, не навреди. Совершенно. А потом уже, конечно же, вылечить. Но не навреди, вот, как бы здесь не было вот этого нюанса о том, что можно человеку навредить, или вы четко и строго это все контролируете, то есть все эти изменения? Я стараюсь, вот, в этот момент никаких вот этих нехороших мыслей, даже, ну, как сказать, ну, очень нехороших мыслей вообще выметать, настраиваться только на положительный эффект и на благо. Это хороших мыслей? В смысле, если я буду стоять около установки, когда я во время запуска, и у меня будет нехорошая мысль в голове, она ведь тоже пойдет, а мысль материальная. Это та же передача энергии. Безусловно, мы это без сомнения знаем, понимаем, но это то, что касается вас, а то, что касается человека? Ну, он получит только, как, то, что я заложил в этот момент. Зеркал-то он не видит. Это в реале, конечно, я стараюсь уже в самый последний момент вводить туда, и комната закрыта. Полностью ничего нету, комната подготавливается. Ну, пока еще я готовлю, вот, скоро завезут, еще мне кое-что ждем. Потому что тут надо изоляцию делать, потому что и фон идет, и сейчас стараемся что-то менять. Ясно. То есть, вы... Ты сказал, что это опасная вещь, правильный подход к ним. Надо знать, как с ними обращаться и не строить коридоры. Вот действительно, в магии существует такое понятие зеркальный коридор. Вот там больше попадает. Вот эти девочки гадают на святки и на все такое. То есть, в принципе, все эти вещи, все вот эти приспособления можно еще... Ну, у людей же разное, что мы можем сделать. Мир дуальный у нас есть, и хорошее, и плохое. Есть люди, которые такие, кстати, к сожалению, большинство, которые ради каких-то своих целей отомстить, скажем там, или заработать на чем-то горе, к сожалению, это и есть, они могут сделать все то же самое, только совсем с противоположной целью. Совершенно верно. А скажите... Ну, от твоей духовности. В каком направлении ты работаешь? Ну, стараюсь не допускать. Я вообще сторонник... Как вам объяснить? Равновесие. Я использую и ту, и ту силу, но в равновесии. Я никогда не сделаю человеку плохо. Не в моих правилах. Честь вам и хвала. Мы же знаем, это же все закон бумеранга, это то, что называется карма. То, что сотворишь, то и потом, так сказать, пожнешь, посеешь, пожнешь. Хорошо. Геннадий, ну вот к вам обращается человек. Вы его сканируете, вы определяете сразу, ну, не сразу, после встреч, после бесед. Вы определяете, в чем проблема с этим человеком. Было ли какое-то внедрение, был ли какой-то там, ну, не знаю, сглаз или порча, к примеру. И начинаете с ним работать. Вот кто-то, допустим, построил такой зеркальный коридор, ну, с целью навредить человеку, и человек пришел к вам, обратился к вам. Можете ли вы с помощью такого же коридора, только наоборот, все это дело нейтрализовать как-то? Вы знаете, тут существует такое правило. Вот если я увидел вот это внедрение в человека сущности, надо уже, когда ее вытащишь, ее надо либо отправить туда, откуда она пришла, либо уничтожить, но спрашивать разрешение всегда. И сверху, и снизу, потому что это тоже такие же энергообразования, они тоже живые. Только работают по-другому. Спрашивать разрешение у кого, простите? У создателя. Что делать с этой сущностью? Куда ее? Назад отправить, откуда пришла? Или к тому человеку, кто ее создал? Или уничтожить? Обычно редко уничтожают, обычно отправляют назад. То есть вы уверены о том, что вы общаясь, задаете вопрос? Совсем так общаюсь, но получаю ответ. Ну, общаетесь, раз получаете ответ. Ответ приходит, это же не так, как классик сказал, и получить ответ на незаданные вопросы. Вы же задаете вопрос, и вам поступает ответ. То есть это и есть общение, будем так говорить. Но существуют методики, ведь получается как, вы отправляя назад, берете на себя миссию, если вы отправляете назад, вы берете на себя миссию, ну так сказать, возмездия, что ли. Ну, это правильно, человек, да, сделал, он получает, не являетесь, то есть вы являетесь просто орудием в этом процессе, правильно? Через вас. Вы возвращаете обратно с помощью своих. Ну, да. Правильно, возвращаю обратно, но это не возмездие. Это тот же бумеран. Это, ну, да, своего рода. Возмездие тогда, когда я намеренно это делаю. Понятно. Это не возмездие, это просто уже направленное действие против намеренного делаете, да. В данном случае, ну, понятно здесь. Хорошо. А если, вы говорите, редко происходит возврат или сброс просто этой энергии, существуют методики о том, что можно эту энергию сбрасывать, скажем, ну, даже какие-то я когда-то занимался. Сбрасывать ее от себя вниз туда, ну, вот через, туда, вглубь земли, скажем, чтобы оно сгорело в плазме. Я понял. Да. Последнее время мы стараемся отправлять на солнце. Почему, объясним. Земля уже загажена, уже больше, чем по колено вот этой вот отрицательной энергии. Потому что многие целители, я отправляю все негативные там эмоции и отрицательные все эти дела в землю на переработку в свет. До такой степени мы уже ее, нашу земельку, планетку загадили, что вот этими вот. Сейчас уже оно работает, но до ядра далеко все. Все-таки где-то по нашим ощущениям, я не знаю, это мне многие коллеги говорили, уже по колено, говорит, бродим в этой грязи. Мы стараемся наверх отправлять на солнышко, пусть горит. Пусть горит. Но огонь очищает, на самом деле огонь, да, он очищает. Это правильно. Ну, хорошо. Очень интересное, с моей точки зрения, очень необычное. В общем-то, впервые вот мы беседуем, я беседую с человеком, который вот таким, как-то вот так вот рассказывает, но практически все это делает. А скажите, ну, вам для того, чтобы проверить, или, допустим, скажем, вам человек к вам приходит, и вы ему помогаете, для этого он должен явиться прямо к вам? Ну, не знаю, в лабораторию, домой, неважно. И вы должны его видеть, или это все можно настроить и передать эту энергию, ну, первый вариант, вариант ответа. То есть вы не знаете человека, человек с вам позвонил по телефону, вы настроились на его голос, настроились на его, там, не знаю, энергию и так далее, да, ментальное тело, и начинаете с ним работать. Он не может приехать к вам, ну, по разным причинам. А второй вариант, мы с вами беседуем, вот сейчас вот по скайпу, к примеру, вы можете настроить и сделать какое-то вот действие, провести таким образом? Можно, да. Значит, по голосу, да, я определяю состояние эмоционального человека. Обычно, ну, желательно бы еще видеть, прошу фото, только свежее. Вот с точки зрения физики я со многими коллегами не согласен, у меня свое, конечно, это мнение, что фото отражает именно тот момент, когда оно сделано, и ту энергетику, на который момент она была. Ну, да, потому что... И поэтому прошу свежее фото, хотя бы месяц, еще пока можно. Вы знаете, очень интересный момент, вот вы мне сейчас напомнили, мы посещаем, я в частности езжу в Бразилию, где находится духовный госпиталь человека, которого зовут Джон от Бога, Джон от Бога, Джон от Бога, его называют по-английски. А место это в Бразилии, это всемирно известный медиум и целитель. И через него работает, поскольку он медиум, через него работают духи, энтити это называется, и, в общем-то, ну, можно назвать это ангелы, поскольку там только помогают, естественно. И туда приезжают люди со всего мира, со всего земного шара, уже очень и очень много, ну, почти 45 лет. И он очень многих вылечил людей, ну, не он сам, он не доктор, но вот через него вот эти ангелы работают и лечат его. И вот в этом госпитале, на территории этого госпиталя удивительная вещь. Там находится просто невероятное количество энергетических глупств, которые называются орбс, орбы. Ну, не знаю, в русском языке переводится как орб. То есть это сгустки энергии, и я фотографировал сам, и очень много есть фотографий, когда невооруженным глазом, допустим, и даже если и вооруженным глазом, с биноклем не видно ничего. Но когда мы фотографируем даже вот этим цифровым аппаратом, на пустынном совершенно небе, каким-то совершенно невероятным образом происходят вот такие вещи. То есть происходит, то есть что-то там есть. И потом, когда мы смотрим на фотографию, то есть не надо ничего проявлять сегодня, мы видим какие-то шары, светящиеся в небе, и не один такой шар. Поэтому, да, поэтому, когда мы фотографируем, оптика, она берет вот эти вот вещи. Это очень интересно. Интересно. Физики называют это плазмоидой. Вот, и я много, конечно, очень общался с ними, они рассказывали. Ну, кто в теме более-менее поддерживает наше направление, говорят, что вокруг нас ведь живет масса энергосущностей. Нейтральные, хорошие, плохие, они вокруг нас и сейчас вертятся. Я не буду не хвастаться, как вам сказать. Вот у меня часто пролетают сигарообразные вот такие, как карандашики, вот по стенкам бегают. Такие, как неоновые рыбки, если вы видели, знаете, вот они пролетают часто. Я задал вопрос людям, которые, конечно, этим занимаются, более этим умело, и все это. Говорят, это вот не то, что пришельцы, вот это вот и есть энергообразование. Они живут своей жизнью. Они через нас проходят, пролетают. И вот раз вы рассказываете про такое хорошее, красивое место, что вот эти вот... Они даже, если бывает с ними, ну, я никак не договориться, они просто чувствуют присутствие, и если надо, они помогают. Потому, ну, физики плазмольдами называют, а я называю энергосущность. Ну, интересно. Они даже и здесь, у нас, и в России их полно, смотря в какое место поедешь. У меня вон от дома 7 километров, пожалуйста, то же самое. Их кишит там. Это место силы. Интересно, очень интересно. Хорошо. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас слушаете и смотрите нас в Ютьюбе. Программа записывается, восстанавливается на Ютьюб, выставляется на Ютьюб. А далее вы там можете их просмотреть, оставить свои замечания, комментарии, предложения. Напомню, мы беседуем с энергоцелителем Геннадием Лобановым, исследователем, ученым, который, ну, вот такая миссия у него. А с другими, собственно, мы не имеем дела. Это дать людям информацию и помочь им, если они, конечно же, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это мы знаем, попросят об этом. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Ну, вы можете найти Геннадия Лобанова, тех, кто проживает на территории постсоветского пространства. Наверное, легко, не знаю. А если нет, обращайтесь к нам, мы перенаправим вас к нему. Ну, а дальше посмотрим. А что касается лично меня, меня зовут Майкл Беликов, на всякий случай. Я хотел бы посмотреть, есть ли такой вариант возможен, а потом я буду рассказывать сам. То есть я всегда люблю быть подопытным кроликом, так скажем. Я не боюсь экспериментов, я знаю, что ничего мне не повредит. У меня, тем более, Геннадий подтвердил в прошлый раз, у меня стоит какая-то очень серьезная защита. Не знаю, кто я ее поставил сам. Но главное, что она есть. Поэтому я себя, наверное, защитю от каких-то неблагоприятных воздействий, каких-то неблагоприятных. Поэтому не старайтесь. Вот у меня тут много всякого всего навешано. Да, не старайтесь навести порчу. Не получится. Более того, такие люди, как Геннадий, обладают способностью развернуть эту энергию. И тогда это будет бумеранг. Ну, я в шучу, естественно. Никто этим делом заниматься не будет. Но если есть такая возможность, мне было бы интересно пообщаться. Ну, мы пообщаемся с вами, хорошо? Договорились. Все. Спасибо большое, Геннадий. Мы с вами еще будем встречаться, безусловно. Ну, вот как на сегодняшний день наше время пятница. Примерно, примерно вот так вот где-то время у нас, слава Богу, сместилось. У нас сейчас разница уже 8 часов, а не 9 по московскому времени. Поэтому, ну, примерно вот так вот, сколько, 16, 30, 17 часов вот в этом промежутке мы будем общаться с Геннадием Лобановым. Ну, и мы вместе будем общаться. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова